Уже прозвучал контрольный звонок. До начала концерта остается несколько минут. В зале Дворца культуры нефтехимик в основном офицеры и их семьи. Каждый из них вносит свой вклад в нашу мирную жизнь. Кто-то защищает отечество с оружием в руках, кто-то защищает наше здоровье, кто-то сохраняет нашу культуру, кто-то защищает нашу экономику. Таким образом, мы с вами, по сути, все патриоты нашей страны – это, по сути, защитники нашего Отечества. Особый почет и уважение, конечно, тем защитникам, кто служит в воинских частях. Многим за преданность выбранному делу вручили почетные грамоты и благодарности от мэра округа. В их числе Елена Мочалова. Уже 14 лет она работает контролером одной из частей округа. В ее обязанности входит проверка и охрана государственно важного объекта. Праздник 23 февраля для меня прежде всего гордость. Гордость за наш народ, гордость за нашу страну. И что я, наверное, могу вложить какую-то частичку чего-то, помощи, защиты Родины. Маленькую, но частичку. Это гордость прежде всего. Принято поздравлять мужчин, но в моей семье поздравляют меня. Кульминационным моментом праздника стало торжественное вручение нового знамени Ангарской патриотической школе мужества. Ритуал совершил командир ангарского гарнизона Максим Маркелов. Дата 23 февраля 2021 года безусловно войдет в историю округа, как день, в котором произошел один из самых значимых событий для местных десантников. Это непередаваемое, потому что все это увидят население, курсанты школы мужества. Для них это значимое событие. Ну а первое знамя, которое у нас, мы передаем в музей школы мужества на хранение. Захватывающим стало и выступление курсантов школы мужества. Ребята – юные бойцы и гордость Ангарска. Наверняка многие из них не оставят военную подготовку, а продолжат обучение в специализированных вузах. Яна Попова, Мария Константинова, Олег Левченко. Местное время.